всем привет дорогие друзья с вами канал агрополка и сегодня мы с вами начнем знакомиться с 13 сетом коллекционной карточной игры берсерк герои ветер перемен данный выпуск не открывает новый цикл игры а продолжает предыдущие два сета пробуждение драконов и возвращение древних ветер перемен развивает механики выше названных сетов и поэтому для начала давайте вспомним о каких механиках идет речь в пробуждении драконов появились такие механики как кладка добыча подавление засада и мор при этом каждая из механик раскрывалась преимущественно в двух стихиях например механика мор была присуща болотом и тьме однако болота могли играть на засаде а тьма на добыче выпуск возвращения древних развил идеи пробуждения драконов а также вел свои новые интересные механики а именно могущество вампиризм дар жизни превосходство спящий и чешуя каждая из названных механик раскрывалась преимущественно в одной стихии например вампиризм был уделом тьмы а дар жизни уделом леса ветер перемен не вводит в игру новых механик а развивает и здесь стоит отдельно отметить и расширяет механики своих предшественников например теперь вы можете встретить засаду у горных карт и что еще нужно отметить прежде чем мы перейдем к самим картам это ротацию с выходом ветра перемен из формата стандарт уйдут рассвет технологий и цена прогресса в ротации теперь будут выпуски новые земли черные паруса пробуждение драконов возвращение древних и ветер перемен давайте для начала посмотрим сколько и каких карт содержит данный выпуск выпуске 187 карт которые можно найти в дисплеях а именно 90 частых 48 необычных 32 редких и 12 ультра редких карты также 5 героев можно найти в полном дисплее бустеров кроме этого 5 карт героев можно выиграть на турнирах и одну карту героя можно получить на релизном мероприятии открываем с вами дисплее напомню что начиная с прошлого выпуска обычные герои приехали из бустеров в дисплей сейчас они в прямом смысле слова находятся внутри дисплея с них мы с вами и начнем шакси когда вы разыгрываете степное заклинание противник может ранить своего героя на 1 иначе поиск степное заклинание стоимостью 2 или менее действие ранить вашего героя на 1 следующее степное заклинание стоит на 1 дешевле до конца хода во эргор действие за 1 золотой за 1 золотой противник может закрыть свое существо при этом ранить это существо на 2 иначе ранить персонажа на 2 если раненый персонаж существо ранить во эргора на 2 когда ваш персонаж убивает существо во эргор получает дополнительную жизнь ирдли действие посмотрите три верхние карты колоды положите их наверх или под низ колоды в любом порядке за 1 золотой до конца хода противника заклинание в вашей руке имеют когда противник разыгрывает заклинание или существо засада x золотых где x стоимость этого заклинания doom действие ранить персонажа на 3 за каждые три карты взятые в этот ход вы можете выбирать разные цели и действие за два золотых посмотрите три верхние карты колоды возьмите одну из них в руку остальные положите под низ колоды в любом порядке в целом три карты заход до взять несложно как минимум одну мы берем в начале хода и вторую мы можем взять и за действие осталось взять третью карту каким-либо еще способом но здесь интересно все таки не первая часть особенности героя а именно вторая добор карт всегда важен альбрус вейл заклинание противника стоит на один золотой дороже и здесь у нас получается из пяти героев трое работают с заклинаниями то есть три героя мага горы степи и тьма за один золотое действие ранить персонажа на 1 и за два золотых действия возродить нежить стоимостью 1 первая часть особенностей интересно да то есть по умолчанию заклинания стоит на один и мы можем таким образом довольно существенно подпортить и жизнь сопернику особенно если соперник делает большую ставку на заклинание а вот возродить нежить стоимостью 1 это конечно не очень в том плане что нежить стоимостью 1 а ее нужно еще поискать например выпуске ветер перемен и возвращение древних по моему нет ни одной нежить стоимостью 1 и есть только в выпуске пробуждения драконов поэтому вторая часть особенности это нужно подбирать и строить уже какую-то конкретную колоду с нежитью на 1 ну на драфте как минимум данный герой уже не заиграет дальнейшее знакомство с выпуском мы будем осуществлять через или посредством вскрытия бустеров бустеры у нас имеют одинаковое изображение да то есть все бустеры в дисплее имеют одну картинку болотница спящий теряет спящий когда вы разыгрываете другое существо найм оглушите существо противника она открывается в конце следующего хода сгусток тьмы на сгусток тьмы может быть в колоде любого героя мага ранить существо на 3 если ваш герой маг ранить героя на 2 мастер схватки когда убивает существо положите эффект усиления на мастера схватки исцеляющий свет не может быть в колоде если ваш герой темный излечить вашего героя на 3 возьмите карту хорошее заклинание и скажем так мне даже больше нравится ее второе действие взять карту пчела милая красивая пчела орда гибель может отравить можете отравить существо на 1 замечательно стоимость и скажем так может она сама по себе свои силы удара много не сделает но отравление это всегда хорошо орг налетчик могущество 1 рывок найм орг налетчик не может атаковать героя противника до конца хода сотворить из энергии снимите до 8 дополнительной жизни с ваших персонажей возьмите карту за каждые две сняты дополнительные жизни то есть до 4 карт можно взять если у вас конечно есть столько дополнительной жизни на существа дева меча инквизитор найм положите эффект усиления на деву меча за каждого другого вашего инквизитора здесь значит у нас будет ну в данном выпуске не то что будет а есть инквизиторы другие неопытная некромантка найм в конце вашего хода верните заклинание стоимость 3 или менее с кладбища в руку гибель сбросьте заклинание иначе ранит вашего героя на 3 при входе дает заклинание при гибели забирает истребитель чудовище превосходство над существами стоимостью 4 или более когда убивает существо над которым имеет превосходство возьмите карту интересно такая особенность да само по себе но не большое иметь ввиду по размеру 22 но имеет превосходство над существами как раз большими пошли у нас дальше необычные карты дирижабль это событие в начале вашего хода поиск существу стоимостью 1 если ваш герой нейтральный вызовите это существо хранитель врат за два золотых действия вызовите демона стоимостью 2 или менее опять же вопрос сколько здесь теперь демонов стоимостью 2 каждый раз когда вы вызываете демона положите на него эффект усиления рассекающая нить когда существо противника входит в игру засада 2 при этом ранить это существо на 3 возьмите карту замечательно на горы начали играть на засады на засаде в принципе за два золотых ранить существо на 3 а это может быть смертельно и чаще наверное будет смертельно для существа и при этом вы еще и возьмете карту замечательное заклинание просто супер о дуната когда противник разыгрывает существо засада 3 при этом создайте копию о дунаты гибель отравите существо на 1 тоже интересно и мне не положили никаких карт редких редких то есть обычные необычные и нежить обычная защита от выстрелов два золотых сбросьте карту возродите скелета солдата эта особенность работает на кладбище скелет солдат то есть можно его возрождать обидно или же или же давайте его отложим возможно здесь опечатка с степенью редкости тордит при атаке излечить вашего героя на 2 если на вашем герой не было ран вместо этого он получает дополнительную жизнь замечательно для такой реализации колоды нежити с излечением да есть такие архетипы опыт в защите у динура если у вас существ меньше чем у противника ваши существа не могут быть закрыты способностями карт противника орг стрелок на им выстрела один действие выстрел на один если существо погибло положить эффект усиления на ваше существо степи можно заметить специализируется на эффектов усиления вот три карты и все из них да будто могущество будь то просто эффект усиления именно пока на усиление специализируется инквизитор на им замешайте до двух карт с любого кладбища в колоду каждый раз когда ваш инквизитор получает раны ранить персонажа на один еще одна карта да то есть инквизиторы взаимодействует с инквизиторами тоже интересно есть такой посыл собрать колоду на инквизиторах фагор подавление при атаке по существу ранить героя противника на величину избыточного урона избыточный урон это имеется ввиду что если вы например ударили существо у него атака 4 а у существа жизни 2 то 2 уйдут существу а два лишних избыточных урона уйдут на героя противника погонщица гоблинов при гибле вашего существа верните другого подземника с кладбище в руку она у нас подземник радушный прием это репринт такую карту я помню выпуск точно не помню наверное это врожденных бури был выпуске просто отравите существо на один возьмите карту просто замечательная великолепная карта за один вы даете отравление и берете карту лучшего желать нельзя истребитель чудовище у нас уже был правильно да камея могущество 3 4 карта да и вновь усиление в конце вашего хода ранить героя противника на 2 за каждое ваше существо на котором эффектов усиления больше или равно значению его могущество стеллата спящие терять спящий когда вы разыгрываете заклинания при этом возьмите две карты болото пока ну в смысле не пока а как и в прошлом выпуске на спящем механика спящий продолжает развиваться на им возьмите две карты каждый раз когда вы берете карты ранить вашего героя на один за каждую взятую карту адепт культа крови пошли это уже не обычные карты ну да ну а здесь ультра редко да я хотел посмотреть что меня ждет и что чуть раньше времени спойлер получит ну ладно убер вайл когда существо противника получает отравление убер вайл не получает ран до конца хода когда погибает ваш вайл а это у нас вайл положите эффект усиления на убер вайла собираем вайлов черный кузнец брони один на им поиск карты поддержки за три золотых замешайте черного кузнеца в колоду замешайте карту поддержки с кладбище в колоду и эта особенность работает на кладбище наемник плененая чародейка в начале вашего хода можете показать эту карту из руки и заплатить три золотых при этом выберите одно из излечить персонажа на 3 или существо теряет особенности ну и что у нас здесь за карта попалась волдер брейк 433 наемник инквизитор на им положите на каждое ваше существо эффект усиление когда ваш инквизитор покидает игру вызовите инквизитора стоимостью 2 золотых или менее он получает рывок и немедленно атакует замечательно то есть его лучше вводить в игру когда у вас уже есть хотя бы несколько инквизиторов когда он сыграет еще лучше черный рыцарь ваш герой не получает рану от карт противника до конца хода но после его гибели урвайл еще один вайл опыт в защите если ваше существо должно получить раны вместо этого их может получить урвайл уничтожьте существо без особенностей возьмите карту все просто вдохновенный драконит чешуя 2 до здесь продолжают продолжается тема предыдущего выпуска возвращения древних это дракониды и механика чешуя каждый раз когда атаковавшие существо не нанесло ран вашему существу например за счет чешуи положите эффект усиления на каждого вашего дракониды когда убивает существо положить эффект усиления на мастера схватки это у нас был пчелочка это орда много не бывает камень жизни артефакты и обратите внимание здесь местности артефакты появились скажем так еще и делают на них акцент на картах поддержки не может атаковать и выступать защитником найм камень жизни получает дополнительную жизнь когда вы применяете дар жизни получите один золотой до конца хода два раза заход x золотых существо получает x дополнительных жизни на поздних этапах игры будет хорошо играть не топырь слова вампиризм 2 механика появившийся в прошлом выпуске если ваш слон должен получить их дополнительной жизни она сама у нас слова вместо этого можете вернуть слова стоимостью x золотых с кладбища в руку тележка с гоблинами необычные карты подземник на им посмотрите три верхние карты вашей колоды возьмите одну из них в руку остальные положите наверх колоды в любом порядке действие на им тележки с гоблинами срабатывает еще раз так а у нас герой как раз болотный до берет карты ну вот одну берем в начале хода вторую за действие третью например за наим коблинов патологоанатом защита от заклинаний на им патологоанатом получает одно из персонажей не могут быть излечены или заклинание стоит на 1 дороже адепт культа был минотавр рывок бешенство на им минотавр не может атаковать герой до конца хода когда наносит раны герою подготовьте минотавр и редкая карта славящий битву наемник не может выступать защитником превосходство над нестепными существами когда существо противника атаковала другое ваше существо с превосходством ранить атаковавшие существо на 2 но здесь тогда у меня возникает вопрос а сколько у нас карт с превосходством до хватит ли их идем дальше служители огня драконит чешуя 1 в конце вашего хода ранить персонажа на 1 если у вас есть дракон вместо этого ранить на 2 грифон подавлением не может быть целью атаки ударом при атаке выстрел на 1 подавление продолжает развиваться у нас в стихии леса демон найм ранить до двух существ не демонов на 1 арава гномов орда найм создайте копию аравы гномов ее найм не срабатывает ну правильно чтобы не зациклиться если в игре под вашим контролем больше трех арав гномов они имеют плюс один к удару их жизни только вот стоимость но с другой стороны за три золотых вы призываете две копии существа 1 2 на то есть 1212 а если будет еще третий то уже будет 232323 на то есть сам по себе дороговато 312 но в целом можно это вывести в хорошую в хороших существ 2 их если их разыграть это будет четыре существа 23 каждый раз когда вы разыгрываете заклинание ваши существа получают плюс один к удар до конца жизни дева барханов было тяжелая кавалерия брони 1 пока атакует имеет превосходство над существами меньшей стоимости ну собственно можно его добавить и к славящему битву почему нет эргчанта когда ваш кошмар погибает кошмар у нас эргчанта получает две дополнительные жизни если ваш кошмар должен получить раны вместо этого их может получить эргчанта у него удар 0 но она может выступать получается как защитником таким опосредованным да то есть впитывать раны нанесенные другим кошмаром волшебный поток поиск до двухгорных заклинаний ранить персонажа на 3 можете сбросить карту из руки при этом ранить другого персонажа на 2 дирижабль у нас был поглотить рассудок закройте существо противника стоимостью 2 так это пошли у нас необычные карты или менее закройте существо противника стоимостью 2 или менее но получать спящий терять спящий когда противника разыгрывает существо возьмите это существо под контроль интересная такая механика да интересно отложенное взятие под контроль хранитель врат у нас если не ошибаюсь был и кузнец был и так редкая карта демоническая свора возродите демона стоимостью три золотых не или менее раньте вашего героя на 4 верните демоническую свору с кладбища в руку все просто вдохновенный не топырь так ободряющий порыв излечите вашего героя на один за каждые два заклинания на вашем кладбище замешайте до двух других заклинаний с кладбище в колоду интересно так ирдли работает у нас на засаде вознеситесь из пепла выберите одно из ранить персонажа противника на 3 или возродить существо погибшие в этот ход можно возвратить большое существо цветочный дракон драконы тоже продолжают как бы существовали в данном цикле пусть уже не так их много как в выпуске например пробуждение драконов кладка подавление подавление это у нас леса за действие получите золотой до конца хода на за два золотых поиск лесное заклинание наемник на им выстрел на 1 если ваш герой нейтральный выстрел на 2 в другую цель и действие выстрел на 2 яга архалит излечить персонажа на 3 при найме отравить сущность очень ваше существо на 1 отравить свое существо это плохо без интересная карта 121 найм существо противника добывает без сада то есть вы разыгрываете под карту противника и получает в начале вашего хода ранить это существо на один то есть это такой вот как отравление работает по сути если у противника нет существ уничтожьте без а то есть при найме без у нас уничтожается если не существ имеется ввиду то есть он разыгрывается исключительно под существо противника светогор опыт в атаке имеет превосходство над существами 2 или менее к нехта орда превосходство на существами с меньшей силы а вот превосходство замечательно карты с превосходством у нас есть в степях превосходство на существами с меньшей силы удара имеет плюс один к удару и жизнем за каждого другого к нехта их орда вообще то есть может быть до 5 первое у нас мультистихийная карта горы и леса рывок когда противник разыгрывает существовали заклинания засада 3 при этом возьмите карту за каждую засаду сработавшую в этот ход вы его ваше заклинание наносят персонажем противника на одну рану больше гортас по моему это тоже репринт на им берите карты пока у вас в руке не будет столько же карт сколько у противника и белый зверь редкая карта великан зверь превосходство над существами стоимостью 3 превосходство продолжает раскрываться в горах да ну появилась именно в горах прошлом выпуске на им белый зверь добывает до двух существ в конце вашего следующего хода верните в игру всех добытых белым зверем существ я думаю мы с вами откроем 12 бустеров чтобы видео разделить на две части со временем будем открывать быстрее быстрее птушь карты повторяются пока на аквар хиты или более ран имеет броню 3 и первый удар наемник получает плюс 2 к жизням если ваш герой маг получает плюс 2 к удару если ваш герой воин на смотря какой герой такой и найм ледяной гигант 577 на стоимость маловато да для таких показателей здоровья и удара превосходство над существами стоимостью 3 или менее но в начале вашего хода если в прошлый ход не погибло существо уничтожьте ваше существо гигант должен чем-то питаться притаившийся не получает ран от ударов не может выступать защитником когда противник объявляет атаку засада 3 при этом отравить и до 2 существенно 1 там нас болото снежный исполин превосходство теперь прямо манит создать колоду гор именно на превосходство превосходство на существами стоимостью 3 или менее гибель выберите одно из возьмите карту или ранить всех существ не великанов на 1 великан великан танк подавление атакует дважды подряд только разные цели в начале хода можете ранить танка на 1 при этом открыть его погонщик таодана ваши таодан стоит на 1 дешевле когда ваше заклинание попадает на кладбище можете заплатить два золотых при этом вернуть это заклинание в руку интересно не мультистихийная местность степь и тьма когда ваш герой получает раны от вашей карты возьмите карту герой может получить раны от нашей карты да где у нас ну есть в такие карты и легендарная ультра редкая карта рад я что досталось именно она я люблю болото взгляд в бездну стоимость 5 это заклинание закройте всех существ они получают спящий два золотых терять спящий да то есть чтобы открыть существо нужно заплатить два золотых тогда она терять спящий и откроет до конца вашего следующего хода каждый раз когда существует терять спящий выберите одно из ранить героя противника на 2 или взять карту эта карта может переломить не слабо так ход битвы на каком-нибудь поздним этапом на этапе игры да или на раннем этапе на пятом ходу если вы играете против агрессивной колоды противника много существ можно получается всех их закрыть еще и получить бонус с открытия каждого существа если конечно соперник решит их открывать именно на следующий ход до конца вашего следующего хода все правильно вызвать корням выберите одной из поиск карты стоимостью 2 золотых ваше существо сражается с существом противника леса любит сражаться кстати смотрите ни одной редкой карты леса гибель возьмите карту это всегда взять карту всегда хорошо гибель ваш герой не получает рано на это было погонщица была наемник грифон по моему был подавление не может быть целью атаки ударом до ручной друг дракон и внимательные узнают по моему у нас герой горный держит его на руке которые в пробуждение драконов в стартовом наборе найм выберите другое ваше существо иначе уничтожьте ручного друга когда выбранное при нами существо погибает уничтожьте другой ручного друга то есть он обязательно на ком-то должен быть при атаке ранить существо противника на 1 гоблин свиновод очень интересный арт посмотрите интересно да мне прям похоже это даже бородавочник прям очень мило выглядит в начале вашего хода можете заплатить одну монету при этом вызовите гоблина свиновода гибель мор 1 только я несколько минут назад и хотел сказать жаль мор не встречается мне мор очень нравилась механика ну вот мор у болот появился подавление выстрел на 1 это у нас было одержимое духами ранить вашего героя на 1 закройте существо противника если она погибнет в этом ходу положить эффект усиления на одержимую духами и хочется вот сейчас из тех карт которые есть хочется создать колоду гор на превосходстве и колоду степей на могуществе на то есть чтобы с энергия карт могущество хорошо работала уберу вайл был и редкая карта дрима речная дева она всегда красиво когда противник разыгрывает существо можете заплатить стоимость его розыгрыша при этом дрима теряет все эффекты и копирует особенности этого существа найм дримы срабатывает еще раз ну это прям ситуативная такая особенность я бы сказал да то есть во первых дрима должна быть на столе а во вторых существо должно быть разыграна с нужными для вас особенностями чтобы вы скопировали не просто так скопировали что попало а нужное вам но может сыграть очень даже хорошо так я тут вот вот эту карту потерял но надо ее убрать истребитель так так раскладываем но еще один великан она как бы говорит антон великаны тебя ждут уничтожки карту поддержки можете заплатить два золотых при этом на срабатывает еще раз да уничтожить еще одну карту поддержки тордит при атаке излечить вашего героя на два если не было ран получать дополнительную жизнь инквизитор излечить открытого персонажа на 4 закройте его такова цена излечения арт тоже здесь потрясающий воин роза на рывок воин роза на не может атаковать героя до конца хода когда получает раны от удара отравить и ваше существо на один ваша это плохо свое отправлять плохо минимон как вы видите мы пока ни одного не ни одну нежить за один и не встретили не встретим на им вызовите существо стоимостью 3 или менее с другим названием при этом замешайте минимона в колоду владельца интересно вот сам 302 бесполезный но вызывая его вы можете вызвать того кто вам нужен например в колоде для стабильности вызова конкретного существа можно использовать печать мага это необычные карты у нас идут персонаж не получает ран до конца хода противника поэтому вы не можете разыгрывать карты заклинаний до конца вашего следующего хода ваш герой добывает печать мага да то есть она и не чтобы на кладбище не ушло оканемевший гном на им до начала вашего ухода не получает ран и не может выступать защитником каменевший гном добывает верхнюю карту колоды противника вот она наша красавица отлично отлично давайте найдем ее подружек пока ее подружек было две надо хотя бы третью нам подружку хотя здесь орда королева пчел она конечно не такая красивая как ее пчелки но что-то общее у них есть улыбка похоже речная дева на им вызовите или возродите до двух пчел ваши пчелы имеют гибель усильте отравление персонажа на 1 2 пчелы мало две пчелы мало для такой комбинации нужно еще пчел лютый драконит чешуя 2 при атаке подготовьте лютого при гибели вашего драконида ранить и существо на 2 так так по моему был геннур до опыт в защите все это было хорошая карта повторюсь так вот это новое миргат орк могущество 2 в начале вашего хода ранить существо противника на x dx количество эффектов усиления на миргате это на следующий ход в начале вашего хода то есть в конце хода у него будет один эффект усиления за счет могущества и в начале хода вы уже раните противника на x на 1 бьерн вызовите дитя кронга стоимостью 2 сапоги демона броня когда вы вызываете существо вызовите демона стоимостью 2 или менее так бы мне стало интересно все таки давайте посмотрим в текущем выпуске вот демон стоимостью 21 вот демон стоимостью один его правда вызывать бессмысленно вот только пока 11 демон стоимостью 2 когда вы вызываете существо вызовите демона стоимостью 2 или менее когда существо противника погибает вы можете замешать демона с вашего кладбища в колоду так как необычные карты уже вы идут минотавр вербер страж подавление когда полу получать два или более ран заход полностью излечите вербер стража интересно надо будет почитать факью если он получит три раны будучи из трех жизней но он не излечится скорее всего на когда вы убиваете существо полностью получать дополнительную жизнь то есть его нужно сначала чуть-чуть дать ему жизни дополнительно чтобы повысить показатель здоровья потом уже например нанесли ему три при четырех жизнях он излечился при трех жизнях конечно умрет вот так как есть туманится когда противник разрывает существо засада 3 при этом закройте существо противника гибель следующий найм не срабатывает и еще один славящий битву так еще три бустера мы сегодня откроем это у нас десятый бустер нет вот он попался все-таки это обычная карта и выходит меня не буду говорить обманули мне не доложили скажу так на одну карту на редкую весь папши хранить существо на икс дикс количество существ на вашем кладбище замечательная карта будет играть конечно же на поздних этапах игры ранить персонажа на один великан такой вот красивый великан а нет не было был другой великан превосходство над существами стоимостью 3 или менее не получает ран от атак вход противника если не атаковал в прошлый ход нам как минимум не атакует когда входит в игру вот это репринт это репринт помню такую карту чешуя дракона просто дает один золотой и интересно что это уже не первая карта до у лесов именно который дает золотые насколько но в таких прошлых выпусках обычно золотыми баловались другие стихии например горы черный рыцарь камень так инквизитор мечник ордена орда на и ваш герой нейтральный положите эффект усиления на мечник ордена замечательно то есть входит в игру 132 но это если герой нейтральный так необычные карты пошли это у нас было еще одно но нет не еще одна она у нас была лучница рассвета эльф найм выстрел на 2 в начале хода противника засада 4 при этом назовите карту игроки не могут разыгрывать карты с таким названием до конца вашего хода но нужно знать или по крайней мере предполагать архетип колоды вашего противника чтобы назвать выгодную карту редкая карта снежный червь превосходство над существами стоимостью 3 золотых или менее лайм можете оглушить существо гибель можете оглушить существо местность в конце ваших хода в конце хода не вашего любого хода получается можете открыть любое число ваших существ при этом ранить их на 1 вы можете по атаковать всеми существами потом их открыть но надо смотреть если ему ранить ни один это нет ни что то возможно есть существо которому это будет критично вот ему например брони один у него броня есть скальный фантом мультистихия горы тьма добывает карту из руки противника по его выбору если это заклинание ранить героя противника на 3 иначе возьмите карту дракон кладка нами если в этот ход был разыгран другой дракон покажите дракона из вашей руки создайте яйцо она добывает показанного дракона возможность бесплатно положить дракона вкладку узрак какое-то страшное существо спящий сбросьте существо узрак терять спящий до начала хода при гибели существо противника полностью излечите узрака 355 да то есть есть определенная плата за то что он такой хороший сильные имеют за такую цену то все было такого демона не помню поиск демона сбросьте карту когда погибает демон запятая сбросите карту когда погибает демона ранить героя противника на 2 плененная чародейка это у нас необычные карты пошли они были отпор магии следующее заклинание противника стоит на 2 дороже ранее до 2 существенно 2 танк подавление атакует дважды подряд только разные цели по моему был такой и 3 3 парень их ну хорошо 3 это хорошо но 4 будет уже перебор конечно до 4 не как бы говорят превосходство у степей но нету степей хочется именно могущество разыграть но нет на тебе превосход ну ладно два последний последний бустер на сегодня чтобы видео не затягивать чрезмерно 12 бустер слова рывок вампиризм один пока на ослабшим упыри 3 или более дополнительной жизни имеет плюс 2 куда ну ей бы тогда рывком ударить закрытое существо чтобы сработал в империзма то она в первом же бою улетит на кладбище положите ваше существо засадой в руку владельца возьмите карту познавший драконит чешуя 1 защита от выстрелов найм ранить персонажа на 2 этот мир мне абсолютно понятен это отсылка познавшему вечность так природная магия может быть в колоде любого героя жреца ваш герой получает две дополнительные жизни если ваш герой жрец излечить героя на 5 иначе и различить героя на 3 камни рожка вход противник имеет броню 1 каждый раз когда противник разыгрывает заклинание положить эффект усиления на камни рожку воин пламени покажите любое число заклинаний из руки он получает плюс один к удару за каждое показанное заклинание 214 стандартные у него характеристики последствия если в этот ход погибло существо противника положите по 2 эффекта усиления на двух или менее существ если в этот ход герой противника получил 3 или более ран ран ранить герой противника на 4 добавить дополнительный очень хорошее заклинание необычное по моему был такой великан у нас да и досталась редкая карта или сам леди дриана страж леса за два золотых возьмите карту эту способность можно применить любое число раз доход все 10 золотых на карты спустите за 4 золотых вызовите существо стоимостью 6 или менее из вашей колоды или руки отличная такую карту надо беречь такое существо надо беречь да если она у вас на поле ну что ж вот такой у нас пока на сегодня улов две ультра редкие карты 1 2 3 4 5 6 7 8 9 редких до в общей сумме 11 и 12 праздника не дали вот на сегодня мы с вами закончим надеюсь что данное видео было интересным а самое главное что оно было полезным если это так я очень рад играйте в игры и до новых встреч